друзья всем привет с вами магазин горные вершины меня зовут андрей и сегодня у нас небольшой гайд по подошвам горнолыжных ботинок и по их совместимости с креплениями если еще 10 лет назад все было просто вы пришли магазин купили лыжи купили ботинки и не думали ни о какой там совместимости встегнулись поехали то в последние несколько лет появился ряд новых стандартов подошв соответственно новых стандартов креплений которые могут быть несовместимы друг с другом сейчас я вам все покажу расскажу и помогу в этом во всем разобраться погнали ну и начнем мы все-таки с креплений потому что крепление это очень важная деталь горнолыжного комплекта и у них есть две основные функции первое это ну понятно прикреплять ботинок к лыжи обеспечить его связь и вторая функция это безопасность безопасность в плане каком что при падении крепление обеспечивает отделение лыжи от вашего ботинка горнолыжные крепления срабатывает не при каждом падении а только лишь при опасном падении когда происходит резкий увод лыжи в сторону и создается риск получения травмы и так как же это работает собственно основная часть крепления это называется голова здесь расположены две вот таких щечки и вот такая вот пластина которая называется слайдер ну или еще называют антифрикционная пластина они бывают разного вида есть просто со скользким пластиком есть которая выезжает бывают такие в виде гусеницы но суть одна она обеспечивает выскальзывание ботинка именно в бок на щечках есть такие вот ролики по которым собственно и происходит это выскальзывание также тут есть регулировочный винт которым мы с вами будем выставлять усилия срабатывания креплений такой же винт есть и на пятки креплений вторая часть крепления называется пятка она немножко попроще устроена и она открывается при прямом столкновении с каким-либо предметом большинстве крепления она срабатывает на отстегивание только вверх но есть правда модели где пятка срабатывает также и в бок это тоже дополнительная безопасность но об этом другой раз я расскажу поподробнее для того чтобы система крепления ботинок работала правильно подошва ботинка должна иметь определенную форму и эта форма регламентирована стандартом которых собственно говоря несколько сейчас я вам подробно о них расскажу исторически первым стандартом именно горнолыжных ботинок мы сейчас не говорим про скитур и прочее был стандарт который называется и со 53 55 ботинки этого стандарта имеют практически абсолютно на гладкую подошву как досочные так и в пяточной части соответственно крепления также достаточно простые и выпускаются уже довольно давно и существует по сегодняшний день следующий вариант ботинок это тоже ботинки стандарта iso 53 55 но они уже немножко модифицированы здесь на подошве ботинка имеется вот такой небольшой протектор для того чтобы было удобнее ходить и ботинки меньше скользили этому стандарту предшествовал стандарт который придумала компания solomon atomic на они придумали стандарт который называется walk to ride сейчас он немножко устарел но тем не менее можно сказать что эти ботинки близки к этому стандарту однако основные ответственные части здесь тоже гладкие следующий стандарт про котором хочу рассказать это стандарт который называется грибок появился он не так давно он продиктован тем что многие люди стали хотеть выходить пешком за пределы подготовленных трасс ну и в принципе в них удобнее стало ходить благодаря некоторым нюансам подошву ботинка вот здесь уже начинается самое интересное подошва ботинка в насочной части имеет определенный скос то есть такой перекат он сделан для того чтобы ботинка было удобнее ходить но к стандартным креплениям iso 53 55 такие ботинки уже не подойдут крепление для ботинок стандарта втр имеют определенную конструктивную особенность их слайдер должен иметь некий угол наклона для того чтобы вот этот перекат как раз корректно встал у это место такие крепления могут быть обозначены либо буквами м н с как это делает solomon это универсальные крепления в них можно встегнуть как ботинки стандарта iso 53 55 так и ботинки стандарта walk to ride следующий стандарт подошву ботинок это тот же грибок о котором я только что рассказывал но здесь еще есть закладные под крепления стандарта тлт это крепление которое используется для скитура и фрирайда их придумала компания динафит и расшифровывается это как туринг light touch ну или их еще называют пиновые крепления крепления тлт стандарта имеют такие вот пины собственно поэтому они пину и называются которые входят в углубление на подошве ботинка благодаря этому ботинок может двигаться и вы можете спокойненько идти существует также ботинки которые совмещают себе стандарт iso 53 55 без переката с жестким пластиком на носке на пятке и стандарт пиновых ботинок тлт то есть это обычная подошва альпайн но с возможностью встегивать их в тлт крепления как только что вы видели ну и еще один очень интересный момент на некоторых моделях спортивных ботинок на цеховых ботинках подошва визуально очень похоже на стандарт из 153 55 но она требует дополнительной обработки то есть это ботинки которые изготавливаются для спортсменов и подошва здесь стачивается на специальном оборудовании для того чтобы поменять угол в зависимости от особенности стойки или предпочтение спортсмен на таких ботинках на пятки обычно клеится наклейка информирующая покупателя о таких вещах ну и в конце пару слов о маркировке креплений на большинстве современных лыж установлены крепления на которых написано grip lock это значит что туда можно встегнуть как ботинок стандарта grip lock так и ботинок с подошвой iso 53 55 обычный старый добрый alpine они будут работать и с теми и с другими ботинками правильно и хорошо также к слову об универсальных креплениях с этой точки зрения и более универсальными креплениями будут крепления shift они маркируются также индексом m&c сюда можно встегнуть как alpine ботинки iso 53 55 так ботинки grip lock и также их использовать ботинками tlt то есть это максимально универсальная штука с любыми ботинками будет работать но и один из важных моментов которые я не могу не затронуть в этом видео это то что если у вас предположим лыжи достаточно старые 5 или больше лет назад выпущенные вероятнее всего у вас установлены крепления обычные которые подходят исключительно под стандарт alpine 53 55 обратите на это внимание если на них нет маркировки grip lock и вы купите ботинки стандарта grip lock к этим креплениям они не подойдут точнее сказать конечно встегнуть и туда их можно но корректно и правильно работать они не будут поскольку слайдер не обеспечивает правильное выстегивание и это небезопасно вот собственно все основные моменты которые вам хотел рассказать про подошву ботинок и крепления если у вас остались какие то вопросы вы всегда можете написать их в комментарии или обратиться к нам магазин ну и чтобы не пропустить наше следующее видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки а с вами был магазин горные вершины и андрей всем пока